Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, AdCryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал маленькое изменение за последние 24 часа, и в основном цены на криптовалюты продолжают двигаться вбок. И так как сегодня воскресенье, я просто хочу упомянуть несколько таких интересных новостей по криптовалютному рынку, также показать динамику изменения цен на разных финансовых рынках. Поэтому я начну с одного твита, который известный криптовалютный энтузиаст Майкл Новоградс выложил 2-3 дня назад. А именно это та новость, что фонд Galaxy Digital, его акции начнут торговаться на бирже в Торонто, начиная с 6 июля, то есть с завтрашнего дня. Я, конечно, очень рад, когда вижу такие новости, потому что мы сами знаем, что есть очень много людей, которые только инвестируют в акции, то есть они не доверяют криптовалютному рынку, и они в основном торгуют на вот этих фондовых площадках, то есть на фондовых биржах. И, соответственно, когда у них будет доступ уже покупать и акции, например, фонда, который инвестирует в криптовалюты, это одним или другим образом приведет этих людей или их инвестиции в криптовалютный рынок. И, конечно, это позитивно для криптовалютного рынка. То есть я очень рад, когда вижу, что криптовалютные, криптовалюты, они продвигаются и среди вот этих классических инвесторов. И в связи с этим я решил сегодня посмотреть на динамику изменения цен на фондовых площадках. Вот, например, если мы возьмем Standard & Poor's, вот видно динамика индекса Standard & Poor's за последний один год. После вот этой волатильности, которая была в начале года на фоне вот этой коронавирус-ситуации, видно, что цена все-таки немножечко выше исходной или начальной точки, то есть то, что было ровно 12 месяцев назад. Если перейти к графику биткоина, тоже примерно схожая ситуация, но здесь видно, что в прошлом летом цена биткоина была выше, чем текущая. Но в целом динамика она в бок. И вот та же самая волатильность, которая произошла на фоне коронавирус-ситуации. Я что сделаю сейчас? Если мы перейдем к свечному графику и мы применим уровни Fibonacci, чтобы посмотреть вот та ситуация, связанная с коронавирусом, как повлияло на изменение цен на разные активы. Вот, например, уровни Fibonacci, вот последняя вот эта волна. Вот видно, что текущая цена или текущий уровень американского индекса Standard & Poor's находится на уровне Fibonacci 76,4. То есть вот это изменение. Если мы посмотрим на динамику биткоина, та же самая получается ситуация, вот практически эти уровни. И если мы их применим на фоне последней волны, вот она, последняя волна. Здесь видно, что цена биткоина находится на этом уровне 76,4 по Fibonacci. То есть это то же самое практически изменение, которое произошло и на фондовом рынке. Вот то, что я здесь показал 76,4 и здесь 76,4. То есть таким образом мы можем сказать, что в последнее время наблюдается большая корреляция между ценами на акции и на криптовалюты. Та же самая динамика. И, конечно, на мой взгляд, это объясняется тем, что вот это изменение, которое было в начале года, оно произошло на фоне изменений в глобальной финансовой системе или в глобальной экономике на фоне коронавирус-ситуации. И, конечно, на эту ситуацию отреагировали почти все финансовые рынки. Ключевым двигателем является экономическая ситуация. То есть если экономическая ситуация начнет улучшаться, скорее всего и фондовые площадки получат поддержку, и биткоин, также криптовалюты получат поддержку. Поэтому в качестве заключения сегодня я просто хочу показать, согласно последним индикаторам, как движется глобальная экономика, начиная с европейских индексов. То есть индикатор, точнее вот производственная сфера в Европе, индикатор был опубликован в среду. То есть после вот этого сильного падения, которое произошло в начале года, видно, что график начинает снова возобновляться и повышаться вверх. То есть к отметке 50, соответственно, потихонечку европейская экономика как будто выходит из этой тяжелой ситуации. Это производственная сфера. Сфера услуг, та же самая динамика, вот ухудшение, которое произошло в начале года на фоне коронавируса ситуации и текущее улучшение, то есть европейская экономика и та часть европейской экономики также выходит из этой тяжелой ситуации. Если посмотреть на американскую экономику и на другие экономики, ситуация достаточно схожая. Вот, например, здесь производственная сфера в США, где manufacturing, вот видно, что здесь ухудшение, которое было, как будто заканчивается и американская экономика также выходит из этой тяжелой ситуации. На самом деле, если посмотреть на занятость в США, здесь очень мощный рост, вот практически мощное падение, которое было совсем-совсем недавно, получается, пару месяцев назад, и вот мощное улучшение, то есть люди возвращаются на работу согласно этой статистике. И это, конечно, в известной степени меня очень сильно радует, потому что, когда улучшается ситуация в глобальной экономике, это будет не только позитивно для финансовых рынков, то есть для фондового рынка, для криптовалютного рынка, но и в целом, конечно, для всех людей, которые живут в разных частях мира, то есть когда экономика улучшается, у них будет больше работы, больше денег, и, конечно, это достаточно важная часть улучшения жизни. Итак, у меня на этом все, друзья. Всем желаю приятных выходных, здоровья, удачи на финансовых рынках и до новых встреч. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpa.